Милиция задержала девушку-курьера. Она работала на телефонных мошенников, забирала деньги у пенсионеров. Это 25-летняя Ольга, жительница Молдовы. Мошенники звонили на прошлой неделе. Первые пострадавшие это две пенсионерки из Тирасполя. Они отдали той самой девушке-курьеру 70 тысяч рублей. Деньги в тот же вечер она передала заказчику. После девушка пришла к 87-летней пенсионерке. Забрала 4 тысячи долларов. Сделать с деньгами ничего не успела. Задержали. Заказчики снимали Ольге жилье посуточно. Когда нужно было поработать, каждый раз меняли адреса. Второй раз я пришла, мне сняли отель. Я была в отеле, потом мне перезвонили, сказали вот так и так, езжай на квартиру. Взяла деньги, разменяла 100 долларов, чтобы забрать за квартиру. Остальные деньги уже пришла домой. Я сказала этому человеку, что мне в тот раз, типа, мне понравился прикол, что курьер не рассчитался. Я сказала, что я беру сразу свой процент. То есть 300 долларов я сразу отложила себе. И уже на утро приехала в милицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества Ольги грозит до 12 лет тюрьмы. С начала года мошенники обманули больше 40 пенсионеров, украли почти 3 миллиона рублей. Тогда задержали более 20 курьеров. Сейчас мошенники снова звонят и вымогают деньги. В милиции предупреждают, если кто-то звонит с незнакомого номера, говорит, что ваш близкий попал в беду, требует деньги, сразу кладите трубку. Перезвоните родственникам, от имени которых якобы вам звонили. Можно и сразу на горячую линию МВД. 3 единицы или 102.